Всем привет! Большое спасибо за такое теплое приветствие. Меня зовут Андрей Поляков. Я работаю в команде Core Android QA в ВКонтакте. Сейчас занимаюсь конкретно тестированием VIP-звонков на Андроиде. И сегодня мы с вами поговорим о вообще VIP-звонках, о том, что такое VIP-звонки, как они работают, что предполагает само тестирование звонков, какой инструментарий нужен будет для разных платформ, также с какими проблемами мы сможем столкнуться при тестировании и как мы этих проблем сможем избежать, помня вещи, которые очень часто забывают. Сразу скажу, что сегодня мы не будем тестировать звонки, потому что эта тема очень обширная, и она скорее для воркшопа, нам просто не хватит того времени, которое нам выделили. Но в эти полчаса вы узнаете немножко о методах и подходах, которые мы в нашей команде используем для тестирования звонков. Также, прослушав мой доклад, вы получите список из уже протестированных на бою инструментов, которые помогут вам в тестировании звонков. И если хотите, такой небольшой набор чек-листов, что конкретно нужно тестировать в звонках обязательно, и как решить очень часто возникающие проблемы. И небольшой еще дисклеймер. Я андроид-тестировщик, как я уже сказал, поэтому большинство моих слов будут про андроид. Но я посоветовался со своими коллегами с других платформ. Сразу передаю привет Андрею, Даше и Юле. Они мне немножко подсказали про инструменты, которые они используют, поэтому мы их тоже сегодня постараемся рассмотреть. И начнем с еще одного небольшого дисклеймера. Дело в том, что, несмотря на развитость технологий, тестирование звонков – это сейчас скорее тестирование на глаз и на слух. Почему? Потому что, во-первых, мы не можем протестировать качество видео и аудио, когда они работают одновременно, на реальных условиях. То есть в лабораторных условиях в целом мы можем это посмотреть, мы знаем, как это делать, но у нас в мире не бывает таких тепличных условий, поэтому мы никогда не сможем смулировать то, что сейчас происходит у реальных пользователей. А также это все происходит из-за того, что огромный разброс девайсов и так далее. И второе, почему это все тестируется на глаз и слух, в основном это то, что мы не можем верить до конца приборам и всякой статистике, потому что они всегда ошибаются. Я люблю приводить в пример цветокоррекцию видео, я немножко занимаюсь видео. И если кто-то цветокорректировал видео, то он знает, что есть приборы, всякие вейформы и так далее. Когда цветокорректишь по этим приборам, по вейформе, например, все круто, а картинка выглядит так себе. И примерно так же работает это про звонки. И вообще, почему в ВКонтакте мы тестируем звонки? Потому что у нас 20 миллионов пользователей в месяц, у нас огромное количество групповых звонков и пятая часть из них демонстрация экрана. То есть достаточно большая нагрузка, которую нужно тестировать. Вот, наконец разобрались с формальностями. Давайте, наконец, проговорим, что же такое звонки, вообще как они работают. Наверное, это будет для тех, кто никогда не тестировал звонки. Поднимите, кстати, руку, кто не тестировал звонки никогда. Класс! Вот для этого у меня есть небольшое количество слайдов о том, вообще, как работают звонки. Давайте начнем. Ядро всех звонков — это VibRTC. VibRTC — это open-source, который изначально предназначался для обмена потоковыми данными между браузерами. Так раньше были построены звонки на VibRTC. Сейчас так построены практически все звонки. И также этот VibRTC может использоваться. Тут написано, что он может позволять обмениваться данными между браузерами. Сейчас используется он и в куче умных вещей, типа холодильников, пылесосов и так далее. То есть очень крутая штука. Поговорим немножко о том, из чего он состоит. Основные вещи — это SDP — протокол описания сеанса, это RTP — протокол реального времени, это ICE — установление интерактивного соединения и сервер сигналинга. Мы немножко их разберем, чтобы вы хоть чуть-чуть понимали, как это все работает. Начнем с SDP. Это протокол, который используется для обмена кодеками между устройствами. То есть в видео-аудиозвонках мы всегда что-то кодируем, будь это видео или аудио. Самые популярные сейчас кодеки для аудио — это Opus G711, для видео — H.264, WP8, WP9. Как происходит вообще обмен этими кодеками? То есть у нас есть один девайс, который поддерживает один набор кодеков, есть второй девайс, который поддерживает другой набор кодеков. Они перед установкой соединения звонка устанавливают дополнительные соединения, обмениваются строками со своими поддерживаемыми кодеками. Если у нас наблюдается пересечение этих кодеков, то соединение происходит успешно, мы сидим в звонке. Если пересечения нет, то, к сожалению, мы показываем, что ваше устройство там устарело или не поддерживает звонки. Пожалуйста, обновитесь. Следующее, про что нужно поговорить, это ICE-протокол. Все же мы помним 2019 год, что тогда было, никто не помнит. У нас в 2019 году официально закончился, исчерпался лимит IP-шников V4, которых было там чуть больше 4 миллиардов. Из-за того, что у нас пользователей в интернете больше, чем 4 миллиарда, у огромного количества пользователей может быть один внешний IP-шник. И для того, чтобы их разбивать на частные и публичные, была придумана технология NAT. И для того, чтобы пользователи могли в P2P-звонках, они соединяются напрямую между собой, мы используем ICE для того, чтобы добраться до этих абонентов, стоящими за NAT. Как-то так. Следующее, о чем нужно поговорить, это RTP. Это протокол прикладного уровня, который передает данные в режиме реального времени. Он так и называется real-time протокол. Он состоит из самого протокола передачи данных, из протокола RTCP, из управляющего сигналального протокола мы используем SIP. И в P2P также мы используем ZRTP, тем самым шифруя трафик, чтобы никто в ваш звонок не мог зайти. Почему мы используем RTP, а не UDP, например? Потому что он проще, быстрее и более эффективен по сравнению с UDP. И последнее, но по важности, наверное, одно из основных, это сервер сигналинга. Мы с его помощью отправляем всю управляющую информацию о звонке. Если вспомните, кто сидит в каких-нибудь звонках, там светящиеся рамки вокруг говорящего, там всякие поднятые руки, куча разного всего. Начало и завершение звонка, те же самые строки SDP, это все отправляется через сигналинг-сервер. В WebRTC сервер сигналинга никак не определен, то есть можно использовать абсолютно любой протокол или технологию, хоть почтовыми голубями в целом отправлять эту информацию. Только вопрос в том, насколько это будет эффективно, быстро. В звонках ВКонтакте мы используем WebSockets. И если немножко упростить все, что я раньше сказал, то у звонках есть три уровня. Это сигналинг, который отправляет практически всю информацию о звонке, ну кроме всяких видео-аудио. Это транспорт, сетевые различные вещи по типу установления соединения и так далее. И также аудио-видео пайплайны, например, всякие шумодавы и другие методы обработки видео. И если уж совсем упростить, то вот примерно так выглядит пайплайн P2P-звонка, то есть звонка один на один. Сначала мы подключаемся по сигналингу. По этому же сигналингу мы обмениваемся кодеками между двумя устройствами. Если обмен кодеками произошел, успешно пересечение случилось, мы устанавливаем соединение. После начинаем кодировать аудио и видео. И пятый пункт, он вынужденный, потому что никогда мы не можем получить идеальную сеть. Везде есть какие-то проблемы. И для этого мы чиним эти сетевые проблемы, например, используя какое-нибудь ускорение. Мы чиним пропажу пакетов через FEC и NAC. И в опусе также есть пакет Loss Cancellment. И это примерно так работают P2P-звонки. Надеюсь, вам было немножко понятно. Теперь давайте поговорим про то, как нужно тестировать звонки, что конкретно нужно протестировать обязательно. Потому что есть очень много всего. Мы можем долго сутками об этом говорить, но я постарался выбрать самое основное, что может вызвать большинство проблем. Начнем с сети. Мне кажется, это самое важное, потому что без сети не может быть никакого звонка. Что нам нужно проверить? Сначала я расскажу небольшую историю. Когда-то, когда я еще не занимался звонками, я думал, что вот сейчас мне надо потестировать звонки, ну я, значит, зайду в Charlie, в любой другой снифер, там включу троттлинг, все, у меня звоночки протестятся. И каково было мое удивление, когда я включил это все, а у меня почему-то видео, аудио нормально там шли дальше, никак не ухудшалось их качество. Дело в том, что сниферы у нас, хоть они и могут включить, например, низкую скорость соединения, добавить задержку или потерю пакетов, но они не могут это отрабатывать на веб-сокетах. И таким образом мы не сможем протестировать основные практически вещи в плохой сети для звонков. Я чуть позже расскажу, что с этим делать и как с этим бороться. Но обязательно проверяйте не только эти три параметра, которые есть в сниферах, потому что низкая скорость соединения, понятно, у нас будет пиксельная картинка, например, очень плохо слышно собеседника, задержка, вы никак не сможете друг с другом скомпоноваться, потому что вы начнете говорить и только будете дальше слышать, как другой говорит. Jitter – это вариация задержки, непостоянной. То есть какой-то один пакет пришел за одну миллисекунду, а другой пакет за секунду, например. И как-то с этим тоже надо бороться и проверять, как сервис ведет себя в этом. Потеря пакетов, как я уже сказал, мы просто можем недополучить какие-то пакеты, мы должны их компенсировать, либо слать больше пакетов для этого. И помехи на физическом уровне тоже важно протестировать, потому что сейчас, как я уже говорил, не бывает лабораторных условий в сетях. Мне кажется, у каждого в квартире есть роутер с поддержкой 2,4 ГГц. Поднимите руки, у кого есть. Ну, большинство точно есть. И так как 2,4 ГГц диапазон очень хорошо волны проникают сквозь стены, они друг на друга накладываются и могут создавать различного рода помехи, поэтому обязательно нужно также тестировать это. Про сеть немножко поговорили, поговорим по UI. Это тоже одна из основных частей, это лицо вашего приложения. Если будет плохой UI, это оттолкнет пользователя, они не захотят использовать ваше приложение, поэтому обязательно помните о том, что на разных устройствах бывает очень специфичное иногда разрешение экрана. Кто-то любит устанавливать огромный масштаб или просто не видит маленький. Кто-то любит пользоваться теми же, например, планшетами в горизонтальной ориентации экрана. Кто-то любит девайсы с вырезами или с капельками, я не знаю. Разное соотношение сторон. Сейчас очень популярно стало 18 на 9. Видимо, все смотрят клипы ВКонтакте, поэтому такой выбирают. Также обязательно помните о том, что на разных устройствах достаточно часто бывает такая вещь, что отсутствует какой-то нужный элемент, например, камера. Бывают такие телефоны, я когда-то такие даже держал в руках, поэтому очень странно будет, если пользователь зайдет в звонок на устройство без камеры, у него там будет кнопка включения камеры. И такие вещи нужно помнить и учитывать. Обязательно также проходите дизайн-ревью, потому что мы все хотим, чтобы наш продукт был таким красивым, как его задумали дизайнеры, и там на один пиксель не была сдвинута кнопка, поэтому обязательно заходите к дизайнерам. Поговорили про UI. Давайте поговорим про совместимость. Дело в том, что некоторые устройства могут не поддерживать какие-то кодеки, которые сейчас используются. На самом деле таких устройств очень мало, но мы также должны помнить, что не все пользователи часто обновляют смартфоны, особенно в России, и поэтому нам хотя бы нужно протестировать, что если устройство не поддерживает наши кодеки, то оно хотя бы показывает заглушку о том, что вы не можете совершить звонок, потому что ваше устройство слишком старое. Потому что если пользователь попытается совершить звонок, и у него будут гудки, а на сервере другому абоненту ничего не придет, то это будет довольно странно. Также, затронув совместимость, нельзя поговорить про девайсы. Я как Android-тестировщик знаю боль насчет девайсов. Поднимите, пожалуйста, руки, кто собирает статистику по девайсам своих пользователей. Есть такие? Я же надеюсь, вы собираете статистику. Ну, немного. Что ж. Очень рекомендую собирать статистику, потому что просто так, тыкая, тыча пальцем в небо, вы не подберете тот парк устройств, который будет актуальным вашим пользователям. Сразу напомню, что в Android-а миллион разных оболочек, различных, я потом поговорю, чего еще у него миллион. На десктопах очень много разных операционных систем, как минимум три ключевых. Железо. Для браузерщиков очень важны браузеры, их тоже очень много, уже не три, а больше. Я со стороны Android-а поговорю про оболочки. Это огромная боль, потому что от разных производителей могут быть нетипичные проблемы по типу нативных крошей, по типу крошей, когда открывается какое-то системное окно. Это все нужно очень хорошо тестировать. У некоторых китайских производителей, как мы все знаем, отсутствуют Google-сервисы, поэтому их также нужно поддерживать, если вы хотите, чтобы пользователям приходили пуши о входящих звонках, и не только о них. И почему вообще я заговорил про статистику? Вот я добыл тут немножко статистики по процентажу топа устройств мобилок у нас на Android. И здесь можно увидеть, что в топ-3 у нас входят Xiaomi, Huawei и Samsung. То есть это не пиксели, это не чистый Android. Эти производители предоставляют свои оболочки, и таким образом мы больше упор должны делать на эти оболочки и смотреть их более тщательно, чем какие-то другие системы. А насчет проблем, как я уже говорил, конкретно на Android я могу рассказать про то, что бывают различные процессоры, различные оболочки систем. Как я уже говорил, различная архитектура процессоров, бывают телефоны с x86 архитектурой, это вообще отдельный разговор. Также вы можете посмотреть и увидеть вырезы, различные пуш-провайдеры, например. Если говорить про десктопы, веб, то это нестандартные разрешения экрана, различная периферия, подключенная к компьютеру. Это старые версии операционных систем, которые не поддерживают, например, более новые Q10, на котором строятся кроссплатформные приложения, разные браузеры. И также существует поверье, что некоторые производители видеокарт также могут вызывать проблемы. Мы активно сейчас проверяем эти слухи. Как-нибудь, возможно, сообщу, правда это или нет. И последнее насчет девайсов. Хочу рассказать про… Вы помните, что я рассказывал, что ViberTC — это вообще ядро звонков. И иногда ViberTC нужно обновлять, как и все. И при обновлении ViberTC у нас могут вообще любые практически проблемы возникнуть от непоказывающихся видеособеседников, очень плохого аудио, каких-то не поднимающихся рук и так далее. И если вдруг разработчик вам отправил MR с диффом в одну строчку, где просто изменена версия ViberTC, помененные циферки, и просит потестить, говорит, ну там всего одна строчка, типа давай вольем, то не верьте ему, это ловушка. Она вас сожрет потом. И поэтому лучше провести полный регресс при обновлении ViberTC. Так вы будете полностью спокойны, что ничего не поломалось. Поговорили про совместимость девайса. Давайте поговорим про сценарий нагрузки. Я уже говорил, что мы сегодня будем обсуждать в основном P2P звонки, но без групповых также никуда. Нужно обязательно тестировать нагрузку на сервер, потому что в групповых звонках, например, у нас может подключиться огромное количество участников. И у нас достаточно высоконагруженный сервис, и мы уделяем огромное внимание на тестированные нагрузки. Например, стоит проверять, как много человек может подключиться к вашему звонку, к вашему сервису звонков, как много может одновременно говорить, не перебивая друг друга и так далее. Для этого наша команда написала автотесты, которые позволяют запускать в звонок огромное количество ботов. Как видите на скрине, эти все боты могут присылать по запросу видео-аудио. Таким образом у нас тестируется и серверный аудиомикшер, который позволяет собеседникам не перебивать друг друга. Для этого у нас используется самописная демка с селениумной обвязкой. Подробнее, к сожалению, не расскажу. Но нагрузка бывает не только на сервер, бывает нагрузка также на устройство. Физическая нагрузка, например, ML-фичи. Сейчас очень популярны стали всякие виртуальные фончики, улучшалки лица. Также нужно упомянуть маски, которые в целом не ML-фичи, но тоже достаточно сильно нагружают устройство. Поэтому нужно помнить, что, опять же, не у всех пользователей, по крайней мере, андроида, пиксели. Очень многие сидят на Самсунгах еще с шестого андроида. И поэтому нужно тестировать также на слабых устройствах. Я бы даже сказал, что это обязательно. Также нужно поговорить про доступность, в том числе доступность в других странах. Если вы хотите выпускать приложение не только в России, то стоит протестировать, как оно работает в других странах. Потому что очень часто в каких-то странах бывают блокировки ваших сервисов, которых можно даже не знать в целом. И для того, чтобы протестировать, необязательно ехать куда-то в другую страну. У нас есть программа бета-тестирования ВК-тестерс. Можете навести камеру на QR-код, перейти в их сообщество. У нас бета-тестировщики, их десятки тысяч из 11 стран. И из недавних кейсов, которые нам помогли протестировать доступность звонков, это Южная Корея и Узбекистан. Они нам с этим очень помогли. Спасибо им большое. А сейчас еще одна очень важная вещь, про которую надо поговорить. Вы пока прочитайте со слайда. Прошу прощения. А, простите. Я не подключил поддержку доступности для этого слайда. Это accessibility. Дело в том, что у нас в сервисах есть пользователи слабовидящие. И особенно сейчас это важно в период пандемии, потому что для таких пользователей звонки стали единственным способом связаться со своими близкими. И если у вас не поддержана доступность на сервисе, то в целом пользователи будут видеть ваш сервис так, как показано на слайде, абсолютно черным. Здесь у меня представлен QR-код с гугловой докой официальной, как тестировать доступность. Там есть очень много интересных способов. Вам не придется включать talkback и слушать все названия элементов. Google предлагает немножко другие методы, так что обязательно посмотрите, обязательно тестируйте доступность для того, чтобы ваш сервис был доступен всем. Мы же в ВКонтакте очень следим за доступностью, в том числе в ВК-звонках. Поговорили немножко про то, что нужно тестировать в звонках. Давайте немножко поговорим про инструменты. Ну, немножко, возможно, как с этими инструментами работать. В первую очередь нужно тестировать плохую сеть. Здесь мы не будем суперподобно останавливаться, потому что я уже выступал с докладом на эту тему. Можете перейти посмотреть видеозапись. Но я немножко заспойлерю его, чтобы все-таки о чем-то сказать. По результатам своих исследований я составил небольшую табличку, в которой я учитывал все нужные параметры, которые нам необходимо тестировать для звонков. Поддержку различных платформ, в том числе бесплатность, документацию, стабильность и так далее. И я рассматривал метод прошитого роутера с помощью установленной OpenVRT на борту. И этот метод, как мы все можем видеть, выигрывает абсолютно другие способы тестирования сети на звонках. Поэтому пользуйтесь. И подробнее, наверное, можете посмотреть в докладе. Что нам еще нужно? Если говорим про сеть, то нам нужно смотреть на сетевые запросы. Что из инструментов нам это поможет? Мы используем банальный Charles. Снифер любой в целом можно использовать. Просто в Charles очень красиво выглядят сообщения WebSocket. Видите, на верхней картинке. Не выглядят как бабы в мессенджере. Очень красиво. Также мы используем Wireshark, который позволяет, например, записывать дампы полностью всей сети. Можно записать также дамп с мобилки. Например, создав ходспот у себя на ноутбуке, подключив устройство. И создать дамп, отправить разработчику. Также можно дешифровывать различными образами пакеты, которые тоже могут помочь. Помните, я говорил про кодеки, что это очень важно. Особенно это важно, наверное, посмотреть браузерщикам, потому что, ладно, устройства могут… В них зашитая поддержка кодеков, а браузеры в них немножко отличаются. И, как я уже говорил, популярные самые кодеки WP8, WP9, H264, они поддерживаются всеми браузерами. На смену им пришел HVC, который позволяет использоваться хардверным ускорением. Но из-за каких-то проблем с лицензированием он пока не был введен в строй. На замену ему должен прийти AV1. Вообще, я очень рекомендую гуглить поддержку, актуальную какую-нибудь поддержку в браузерах, в том числе всяких кодеков. Это довольно полезно. А для того, чтобы посмотреть кодеки, какие кодеки вообще у вас отправляются, можно использовать Chrome WebRTC. Это, наверное, суперкрутая штука для браузерщиков, потому что им не нужно ничего скачивать. Chrome WebRTC доступен по адресу WebRTC Internals. Он встроен в Chrome. Он может записывать дампы, он может посмотреть кодеки входящих и сходящих потоков. Куча инструментов, дебажная информация. Вообще супер штука, очень рекомендую. Но мобильщикам, всяким нативщикам придется писать какие-то свои дебажные экранчики со статой, чтобы это все посмотреть. Еще одна вещь, которая достаточно неочевидна, это какие-нибудь прерывания звонка. Например, когда мы говорим по какому-то VIP-звонку, нам звонят по сотовому. Обычно звонки пересекаются друг с другом, микрофон используется, например, в двух звонках. Чтобы решить эту проблему, на Android есть такая штука Connection Service, которая позволяет наделить VIP-звонки привилегиями сотовых. Таким образом, если мы говорим в VIP-звонки, нам звонят по сотовому, то звонящие по сотовому получат уведомление, что мы заняты. Это суперкруто. На iOS это, кажется, легче сделать через SchoolKit. Также еще очень интересная вещь. Если вы один тестировщик, и вам нужно посмотреть, нет ли задержек, например, в видео на нескольких устройствах, то лучший способ не обкладываться кучей ноутбуков вокруг себя, а просто побыть немножко стримерами, подменять с помощью программ для стримов типа OBS и аналогов можно подменять картинку в видео. Это будет достаточно чистый тест. Здесь краткая инструкция, как это все делать. В целом, довольно легко, но оно позволит вам посмотреть на кучу устройств, как у вас ведет видео. Довольно удобно. И самые неочевидные инструменты, вообще прям неочевидные. Давайте задам небольшой вопрос в зал. Как вы думаете, что это может быть? Давайте я немножко подскажу, что есть у каждого физрука, например. А еще? Секундомер, да. Это секундомер, действительно. Дело в том, что для скриншаринга у нас существует отдельный способ передачи медиа, называется датаканал. Мы сегодня не будем про него говорить. Он используется для того, чтобы текст был лучше видно. Часто FPS может снижаться при разных условиях. И в этом нам очень помогает секундомер, в котором можно включить и миллисекунды. У нас по понедельникам проходит регресс звонков. Ребята заходят на какой-то сайт с текущим временем. У них, наверное, случается стонкс по понедельникам. Я же с мобилки захожу в родной секундомер, который установлен на андроиде. Кстати, интересный факт. На Самсунгах секундомер заканчивается на 99 часах, 59 минутах, 59 секундах, если вам интересно. На пикселе у меня он уже идет больше 3500 часов. То есть он, наверное, бесконечный. Вот немножко полезной информации для всех. И еще одна неочевидная вещь. Мне кажется, у кого-то в ушах она сегодня есть во время доклада. Я, правда, не вижу. Но, может быть, люди слушают нас в Bluetooth-гарнитурах. Дело в том, что мы, конечно, не можем покрыть все Bluetooth-гарнитуры, которые у нас существуют в природе. Но мы можем хотя бы посмотреть, что, например, аудиопотоки переключаются с динамика на гарнитуру, и хотя бы как-то наш сервис уже работает. Поэтому обязательно займите своем арсенале такую. И поговорили немножко про инструменты, особенно неочевидные. Давайте теперь поговорим, о чем не нужно забывать. И как можно избежать большинства проблем, не забывая те вещи, о которых мы сейчас поговорим. В первую очередь документация. Очень часто все забывают почему-то про документацию, и в итоге никто не знает. Ни разработчики не знают, каким выйдет продукт. Это в итоге ни тестировщики не знают, никто ничего не знает. Обязательно вклинивайтесь в самое начало создания продукта. Требуйте, чтобы писалась документация, и сами можете даже активно участвовать в ее создании, потому что тогда вы точно будете знать, что же вы хотите увидеть. И вы все будете знать, к чему вы идете. Также часто почему-то забывают про автотесты. На звонки, конечно, не так просто написать. Но если у вас есть автотесты, вы всегда сможете избавиться от каких-то очень нудных частей регресса, либо намного раньше узнавать о каких-то проблемах после маржа в девелоп ветку, какой-нибудь фичи ветки. Так что очень рекомендую писать их. И последнее, о чем тоже часто забывают, это общение с разработкой. Дело в том, что никто лучше вашего разработчика не знает, как можно протестировать продукт. Но в том смысле, что разработчик, он же с этим работает, он знает, что там внутри. Мы же тестировщики не знаем. Поэтому разработчик всегда сможет подсказать вам, как что работает. И я очень благодарен. У меня суперкрутые разработчики в звонках. Один даже сидит в зале. Владу привет. Также Ване привет огромный. Ребята очень часто подсказывают какие-то вещи. Могут проводить какие-то 40-минутные лекции вообще по поводу того, как работают наши звонки. И это позволяет сделать процесс тестирования намного лучше и проще. И в заключение хочу сказать, что обязательно стоит создавать, актуализировать документацию. Также нужно понимать вообще, как работает любой сервис, не только звонки. Поэтому еще раз повторюсь, что общение с разработкой – это очень важно. Разработчик – ваш лучший друг. Пожалуйста, постарайтесь тестировать звонки и любые другие сервисы на максимально возможном зоопарке устройств. В большинстве случаев на слабых устройствах. И те, кто не поднял руки о том, что не собирают статистику, пожалуйста, собирайте статистику. Это очень вам поможет. Также пишите автотесты, чтобы появилось больше времени писать автотесты. И чтобы еще больше времени появилось писать автотесты. И вы в итоге потом занимались другими задачами, более интересными, а не регрессами. Не забывайте про поддержку доступности, пожалуйста. И сами пользуйтесь сервисами, которые тестируете. Потому что это мне, например, помогло найти достаточно большое количество багов. И если вам интересно дальше, как работают звонки, у нас есть несколько статей от нашего технического директора ВКонтакте Александра Тоболя. Также от директора по качеству Михаила Шурукунова есть запись доклада, как мы автотестировали звонки. Ну и несколько интересных материалов от нашей Android-команды. Я думаю, что в записи вы сможете все сканировать QR-коды. И на этом, наверное, все. Огромное спасибо за внимание. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Похлопаем давайте Андрею. Спасибо большое за доклад, Андрей. Спасибо. Ништяк. Я всегда хотел узнать, как звоночки тестируются, потому что такая экзотическая штучка. Переходим к вопросикам. Настя. Так близко? Добрый вечер. У меня два вопроса. Первый. Почему при ручном тестировании используется эмулятор? Потому что я там заметил очень хороший функционал именно Android-эмулятора, связанный с ухудшением качества связи и симуляцией всяких ситуаций по ухудшению связи. А почему мы не используем эмулятор? Да. Потому что в эмуляторах есть такая же поддержка, как и в целом в сниферах. Там можно потерять какое-то качество, скорость соединения, какие-то пакеты, сделать задержку. Джиттер и, например, физические какие-то помехи мы не протестируем. И, собственно, второй вопрос. Я вообще не тестировщик, я Android-разработчик. Высокого уровня. И вот мне вопрос как раз-таки в большинстве случаев к тестировщикам из меня такой. Как я могу улучшить и упростить вашу работу? Да, очень хороший вопрос. Но мне кажется, что разработка очень может помочь в написании автотеста в том числе. Мне, например, разработчики очень часто подсказывают, где что-то было затронуто, что нужно обязательно проверить. И также разработчики, если мы разбираем какой-то Crashlytics, они даже могут предположить, как можно воспроизвести. В том числе мне даже давали какие-то ADB-команды, которые помогали воспроизвести какой-то баг. Так что, если разработчик исследует проблему, это очень большая помощь тестировщикам. Спасибо. Еще вопросы? Мамочки. Ну, там были раньше. Что ты хочешь, я побежала? Да? А что, нет? Давай. Я сейчас пробегу. Как-то неспортивно. Ну, во-первых, хочется передать всему сообществу VK-тестерс привет. Я, я. Потому что я его... Микрофон, да привет. Ну и, в общем, такой вопрос. Во время пребывания в Зингере, в питерском офисе ВКонтакте, поднимался вопрос пятничной пиццы. Такой вопрос. Придерживается ли такой традиции московский офис? И личный вопрос, ну, наверное, к сотрудникам московского офиса. Какой офис вам нравится больше, питерский или московский? Провокационный вопрос. Я, честно говоря, не московский сотрудник. Я сотрудник Зингера. И мой ответ, наверное, будет очевиден. Ну, в Москве, насколько я знаю, пицца тоже бывает пятничная, да? Все есть, да. Не будем тратить на это время. Все есть, пицца тоже есть. Так, ну что, следующий вопрос. Да. Все? Да, привет. Меня Александр зовут. Вопрос такой. А у вас ферма, устройство есть какая-то? Или просто девайсов много? Или можно, например, когда пандемия началась тоже, сидишь дома, и у тебя эта ферма есть удаленная? Или вы какие-то сторонние сервисы используете? Типа Бравзарстака, например? Где такое? Да, спасибо за вопрос. Мы используем собственную OpenSTF fork, в котором у нас есть как эмуляторы, так и живые девайсы. Но для звонков это не совсем применимо, наверное, потому что, ну, если мы будем пытаться как-то издалека какие-то звонки создать, у нас могут быть какие-то неконтролируемые, не знаю, девайс выключится, например, перезагрузится эмулятор. Поэтому у нас на руках достаточно большое количество девайсов, и мы подбираем их, смотря на статистику. Но иногда мы заходим в ферму, также используем какие-то редкие, например, девайсы. Для звонков чаще используем редко ферму, но вообще на ферме у нас и гоняются автотесты, и часто и пользуются другие сотрудники. Спасибо. Спасибо за рассказ. Сергей, это я. У меня вопрос по групповым звонкам. Кто выступает в качестве хаба? То есть какое-то устройство или где-то выделяется тачка, куда подключаются все устройства? Как оно масштабируется в зависимости от количества участников или в зависимости от того, видео это или аудиозвонок? Да, довольно интересный вопрос. Мы сегодня не говорили про гупровые звонки. Я вкратце могу сказать в том, что хаба у нас выступает сервер. Там есть аудиомиксы. Также с сервера мы запрашиваем не все видео, которое есть, не тысяч участников. Мы запрашиваем небольшое количество, чтобы не нагружать устройство, не нагружать сервер. Мы их, так называемая, подженация у нас существует. Подробнее, наверное, описал Александр Тоболь в статье по тому, как работают групповые звонки. Мне кажется, там вы найдете практически все ответы на ваши вопросы, которые могут возникнуть. Спасибо. Последний вопрос. Как тестируется и тестируется ли мгновенное перемещение пользователя на несколько тысяч километров? То есть ныне очень популярный кейс включения-выключения VPN? Честно говоря, такой кейс не тестируется, потому что для звонков это, мне кажется, не совсем применимо. Да, мы тестируем варианты различного переключения сетей, но, мне кажется, эти кейсы покрывают такие VPN-овые редкости. Сейчас это уже, наверное, не редкости, но такого конкретно мы не тестируем. Так, ну что, у нас небольшая рокировочка произошла, у меня теперь девайс полегче. Онлайн-вопросики я тебе позачитываю немножко. Такой вопрос. Во избежание проблем с нехваткой какой-либо библиотеки на кастомной оболочке, возможно, имеет смысл выкрутить все необходимые либо прямо в приложение? Вопрос. Стоит ли? Это, конечно, возможно, но вопрос стоит ли, потому что у нас звонки встроены в три стендалон-приложения. Это ВК, ВК-звонки и ВК-мессенджер. И так как сами клиенты обладают достаточно большим функционалом, они достаточно много весят. Если мы будем встраивать кучу либо в приложение, то оно просто будет несоразмерно огромным. Поэтому, мне кажется, что этого делать не стоит. Поэтому, ну, как и использовать неофициальное ПО от других сторонних разработчиков на телефонах. Ну, я надеюсь, мы ответили на вопрос, Евгений. Так, будем надеяться. Как проверяете эхоподавление и выбираете между WebRTC эхоподавлением и который есть в самом девайсе? Честно, тестируем на слух. У нас есть возможность записывать также дампы, которые мы можем отправить разработчикам. Ну, вообще, чтобы посмотреть, что происходило до шумодава, что происходило после него. И здесь, наверное, вопрос больше к разработчикам. Что они считают более приемлемым для, в том числе, для производительности и для качества. Но подробно также у нас рассказывал Александр Тобаль, в своей статье. Можете также почитать. Там очень интересно это все рассказано. Вот, расписано. Ну, я думаю, последний вопросик мы зачитаем. Потом ты можешь со всеми вопросиками в чате ознакомиться. Даже поотвечать. А так, а если сотовый оператор блокирует звонки, voice IP звонки? Ну, тут уже нужно договариваться с сотовым оператором, вести какие-то официальные переговоры на высоком уровне, потому что по-другому никак совершенно. Надеюсь, я ответил.